Что мы такое наблюдали последние двое суток в Баймаке? Что, на ваш взгляд, было? Сегодня есть множество уже заявлений про властных спикеров. От того, что файл Алчина, которого внесли в реестр террористов и экстремистов, он является агентом турецкой разведки, и до того, что, как Динар Гельмузинов говорит, что все инспирировано западными разведками, странами Балтии и украинской разведкой. На ваш взгляд. Добрый день. Ну, действительно, мнений очень много, много толкований. Безусловно, часть этих толкований, наверное, все-таки преследует своей целью не выяснить, что было на самом деле, а оправдать какие-то проблемы бездействия либо действия, которые случились в эти дни. На самом деле, конечно, надо подойти внимательно к этой всей истории, проанализировать. И я бы начал с того, что, скорее всего, нужно разделить самого Фаиля Алчинова, как вы правильно заметили, включенного Росфин-мониторингом, какие-то там списки террористов, экстремистов и прочее, разделить Фаиля Алчинова и то, что случилось в Баймаке. Потому что, как бы это ни странно звучало и как бы не абсурдно это звучало, на самом деле, это не до конца и не однозначно связанные вещи в том смысле, что, конечно же, история с Алчиновым явилась триггером этих событий. Конечно, она запустила вот эти вот цепочку вот этих митингов и то, чем все это завершилось буквально вчера. Но причин для этих событий существенно больше, чем одна. То есть, если бы мы полагали, что это просто люди, граждане вышли высказать свое недовольство вот этим конкретным судом и вот этим приговором, это было бы слишком просто на самом деле. Потому что тут есть несколько причин, и в них-то как раз и важнее разобраться. Потому что, да, в определенном смысле, я подчеркну, в определенном смысле файл Алчинов был и, видимо, остается лидером некоторых групп населения Башкортостана. Каковы эти группы по размеру, каково их влияние на общую ситуацию в республике, в этом еще надо разбираться. Но то, что вот такое количество людей вышло, я не уверен до конца, что это все, ну, просто люди, исповедующие вот те взгляды и, как бы, воззрения и те теории, которые исповедует сам файл Алчинов и его сподвижники. Я сразу готов оговориться, что никогда не разделял вот этих вот теорий, которые, значит, и, да и, собственно, и практик, которые иногда происходили вот с этим сообществом. Ну, то есть, ну, так получилось, что я не сторонник вот этих вот идей. Но при этом, там, опровергать их правильность или подтверждать их правильность тоже не берусь. Я хочу проанализировать и предлагаю вам проанализировать именно реакцию населения, реакцию вот этой народной массы, которая там случилась в Маймаке. То есть, причины. И вот тут вот как раз, на самом деле, мы много больше интересного увидим, чем вот в этих учениях Алчинова и его товарищей. — Если от самого начала отталкиваться, я так понимаю, что во главе ГУА стоял протест против добычи ростного золота на территории Заурали, да? И потом появилось какое-то неожиданное письмо главы Башкирии Ради Хабирова на имя Покурора Республики. Некоторые называют его доносом. Там есть какой-то перевод и выступление Алчинова. Говорят, что он немножко некорректный, этот перевод, да? И как бы, на самом деле, что в естестве лежит? Что внутри этого протеста? Золото? — Ну, да, желтый металл многих сводит с ума, но тем не менее, значит... Ну, во-первых, давайте так, Дмитрий, корректно будем описывать ситуацию. Это был не какой-то разовый протест. Это, на самом деле, системная проблема в Заурале. — Последние два года их там... Ну, их даже не два года, значительно больше. То есть золото в Заурале добывается очень давно. Безусловно, всегда вызывал этот процесс недовольства местного населения, ну, с технической точки зрения, потому что разрываются огромные площади земли, земля не рекультивируется, значит, теряет свои сельскохозяйственные эстетические свойства, ну, и так далее. То есть так было всегда. Вопрос масштабов. И вопрос, тут очень важный вопрос, вопрос, кто этим занимается. Вот в последние годы с приходом ради Хабирова, значит, ландшафт вот этот сильно поменялся. В том смысле, что заниматься стали золотодобычей компаний, которые не имеют никакого отношения территориально ни к Башкирии, ни к местному населению. Это первое, но не самая важная причина. Второе, это интенсивность и воровский способ добычи. Это, безусловно, конечно, подхлестнуло ситуацию. То есть, когда у вас буквально за окном сначала был райский пейзаж, ну, вот, как сказал недавно один комментатор, Баймак и Баймакские районы – это далекое башкирское захолустье, но зато очень красивое. Вот в этой фразе действительно содержится некая сакральная правда в том смысле, что действительно, ну, ландшафт и внешний вид этих территорий, он действительно очень красивый. И когда у вас за окном, значит, всю жизнь было вот все красиво и замечательно, хотя бы у вас нету, значит, больницы, у вас нет нормального детского сада, у вас нет нормальных дорог, но хотя бы за окном красиво. И вдруг там становится совсем некрасиво, и какие-то эскаваторы роют землю, значит, перемалывают ее в каких-то драгах, вымывают оттуда золото, куда-то увозят, и люди на непонятном гортанном языке, значит, вокруг чего-то разговаривают, кричат, машут руками. Естественно, это вызвало недовольство местного населения. То есть и в последние годы, я подчеркну, в годы правления ради Хабирова это все приняло совершенно такой катастрофический масштаб. Появились вот эти протесты. Сначала они были такими абсолютно самочинными, ну, то есть люди собираются на околице и говорят, Монако-Урале, что творится, посмотри вокруг. Да? Такого никогда не было у нас, тут было все нормально, и он, значит, слышит, и грохочут сапоги, и птицы оголтелы летят. Ну и так далее. Дальше он начал структурироваться, этот процесс. Естественно, когда происходят такие вещи, значит, начинаются появляться ядра этого процесса, начинают появляться лидеры процесса, и самое важное, начинают появляться те, кто хотят в этот процесс влиться и им попользоваться. Со светлыми или не очень целями. По-разному бывает. Владимир Ильич Ленин тоже пользовался, значит, процессами недовольства рабочих крестьян, солдат и матросов. Так вот. Дальше появляется в этом процессе и Алчинов тоже. Он не единственный лидер этих всех, значит, протестов и не единственный авторитет во всей этой, значит, истории и так далее. То есть он начинает участвовать, он начинает ездить, он начинает обсуждать, формулировать, высказываться, выдвигать какие-то требования и так далее. Вот весь этот процесс, на самом деле, ну, классический процесс развития какого-то народного недовольства по какой-то определенной причине. У меня возникает вопрос. Где в это время была региональная власть? Чем она занималась, анализировала она это все или нет? И так далее, и так далее. И почему она не вмешивалась в эти процессы конструктивным образом? Ну, ответов на этот вопрос тоже может быть несколько. Первое. Ну, посмотрите внимательно на тех, кто управляет у нас внутренней политикой и тихо ужаснитесь. Взгляните в ясные глаза Урала Кельсинбаева. Поймите, какой это специалист по внутренней политике. Вот вам один вопрос. Второй ответ. Нет, вернее, предположение, если региональная власть никаким образом не пыталась исправить эту ситуацию в зародыша, может быть, она заинтересована была в этой ситуации? Может, у кого-то был некорыстный интерес? Я задаю вопрос, я не утверждаю. Вот во всей вот этой варварской золотодобыче. Так вот, тем не менее, ну, как бы там ни было, мы видим картину. В конечном итоге файль Алчинов чего-то там сказал на этом и-и-не. Кто-то как-то это все перевел с башкирского на русский язык. И да, к переводу есть масса вопросов. Я разговаривал с несколькими людьми, ну, весьма компетентными в этой области. Они высказывают вполне себе серьезные сомнения в качестве этого перевода. То есть, на самом деле, ну, это, по-моему, субъективное мнение, суд, наверное, ну, для него было бы разумным, если бы он еще раз провел экспертизу и в каком-нибудь другом месте, чтобы окончательно убедиться в правильности своих выводов. Но это частная деталь. И вот дальше мы видим итог. Значит, файль Алчинова сажают на четыре года общего режима колония по статье 282, значит, разжигание национальной розни и так далее, и так далее. Письмо, ну, как говорят, донос, там, кляузу или что там такое, написал, да, Хабиров. Вот это была его серьезная ошибка. Это его инициатива? Ну, нет. Если он поставил подпись под этим письмом, как взрослый и совершеннолетний житель Российской Федерации, он отвечает за эти действия. И к тому, что, может быть, у этого письма есть бенефицар какие-то? Ну, если предполагать, что ради Хабиров уже окончательно несамостоятельная фигура, то так предполагать можно. Ну, я полагаю все-таки, что он сам написал это письмо. Ну, может быть, кто-нибудь ему подсказал, может быть, ну, он человек, очень плохо разбирающийся в каких-то технологических моментах политики, кто-нибудь ему там на уши нашептал, он взял, написал. Вполне допускаю. Так вот, это была, ну, на самом деле, большая ошибка со стороны Хабирова, имиджевая, в первую очередь, потому что если бы письмо не исходило от него лично, к нему бы лично было существенно меньше претензий. Ну, здесь уже вопрос к его пиарщикам, к его консультантам, то есть я уже давно посмеиваюсь над всем этим, над всей этой конструкцией Белого дома, с уходом Мурзагулова там, пожалуй, совсем уже никого не осталось. Как бы это ни печально звучало, Мурзагулов занесен в список иноагентов. Да-да-да, не забывайте, уважаемые слушатели, мы обязательно проклянем всех, кого нужно проклинать по закону. Так вот, ну, ужас какой-то, вот я с точки зрения, как бы, той позиции, в которую себя поставил Хабиров. Властных версий случившегося много, они разнятся в деталях и в масштабах глупости и абсурдности. Если отранжировать версии властных спикеров, то, безусловно, первое место должно достаться депутату Государственной Думы от Республики Башкортостан и Единой России Динару Гельмудинову. Динар Загитович, как настоящий друг и полковник, первым протянул руку помощи тонущему в собственном бессилии Хабирову. Гельмудинов безапелляционно заявил, что события в Баймаке это не что иное, как происки вражеских прибалтийских разведок. Ну, вот тут со мной злую шутку сыграло мое буйное воображение. Я живо представил себе отборных эстонских шпионов-блондинов, проникающих на территорию мирного Баймака и внедряющих свою зловонную идеологию в сознание безмятежных башкир, которых, собственно, в этом Баймаке 98% населения. Наивные жители Баймака несмотрительно впитывают пагубные идеи и мысли шпионов-блондинов и, не ведая, что творят, отправляются на площадь перед городским судом протестовать против собственного счастья. А пока Баймакцы кричат и кидаются снегом в милейших полицейских, коварные блондины встают на лыжи и уходят в метель, держа направление на российско-финскую границу, до которой, собственно, от Баймака рукой подать. Ну, вот такое вот видение посетило меня по вине Динара Загитовича Гельмудинова, согласитесь, это был полный бред. Второе место – это предположение о том, что организатором Баймакского бунта был никто иной, как иноагент Мурзагулов, продавший душу и печень Михаилу Ходорковскому. В этом случае я смеялся немного тише и так и не смог себе представить Ростислава с артом, набитым диким лососем и координирующего по телефону перемещение отрядов бунтовщиков по сугробам Баймака. Ну, нет, на самом деле это не вариант, конечно. Я бы еще понял, если бы Мурзагулов, например, выдвинул идею о том, что башкирский кара-халык – это аналог американского БЛМ – Black Life Matter. Но, увы, это не идея Ростислава, это, собственно, моя идея. На третьем месте, собственно, версия самого Радия Хабирова. Он, недолго думая, назвал всех организаторов беспорядков и их участников предателями, призывающими к партизанской войне. Это была цитата. Ну, как говорится, хватил от страха, так хватил. Собственно, что предали те, кто потребовал отставки Хабирова? Может быть, они предали идею его безупречности? Ну, тут мы уж, наверное, давно поняли, что Радий Фаритович в основном состоит из ошибок и противоречий. Не вариант. Может быть, они предали светлый образ башкирского народа, как народа покорного, пассионарного и согласного со всем, что бы с ним ни делали? Ну, да, если так ставить вопрос, то возможно, но в любом случае на государственную измену эти действия точно не тянут. Ну, и на четвертое место можно со скрипом поставить мнение о случившемся пресс-секретаре Путина Дмитрия Пескова, как известно, чаще всего несущего пургу, по словам самого Путина. И Дмитрий Сергеевич заявил, что в республике Башкортостан никаких массовых беспорядков не было, а существует некий локальный конфликт, решение которого прерогатива региональных властей. Это тоже была цитата. В переводе с путинского это означает «Радий, срочно все прекрати, а то мы за себя не отвечаем». Так или иначе, власти всех мастей пытаются представить ситуацию так, что сами они ни при чем, а это все эстонские лыжники виноваты. Такое объяснение категорически не устроило население, и оно снова вышло на улицу, теперь уже в Уфе. Вчера около тысячи человек, невзирая на морозную погоду и рабочий день, совершили так называемую прогулку протеста с песнями и плясками у памятника Салавату Юлаеву, который стойко стоял на ветру и никак еще не падал в реку. Ну, спасибо дорогому башкирскому герою, что он держится хотя бы в своем медно-бронзовом воплощении. Властями это гуляние было воспринято, видимо, как некая партизанская выходка, и были стянуты неимоверные силы правопорядка. Тех, кто имел на себе флаги Республики Башкортостан или надписи «Карахалык», немедленно задерживали, как распространителей зловредных эстонских идей. Судя по всему, вопреки отчаянному желанию Хабирова и Пескова представить происходящее в ложном свете, события в Республике Башкортостан будут развиваться именно в конфликтном ключе и дальше. И причина вовсе не в эстонских диверсантах. Причина в том, что население Республики Башкортостан реально устало от Хабирова. И по многим причинам устало. Вовсе не только от эпизода с Алчиновым. Причин на самом деле десятки. Это и запредельное воровство в команде Хабирова. И безразличие к нуждам коренного населения. Безобразная ситуация на транспорте, в медицине, в ЖКХ, в образовании. Ну, собственно, выбирайте, какая из этих причин потребовать ухода Хабирова вам подходит. Лично мне подходят все эти причины. Хабиров предсказуемо начал оперативное совещание в правительстве с обсуждения событий 15-17 января в Баймаке и в Уфе. Радий Фаретович сходу опроверг мнение Кремля и Дмитрия Пескова о том, что в Башкирии не произошло ничего существенного. И все, что случилось, это какой-то небольшой конфликт, локальный конфликт, который должен разрешать самому Хабирову. Вопреки мнению Кремля, Хабиров грозно заявил, что он теперь борется с экстремистской заразой. Это была цитата. И велел немедленно показать на большом экране познавательный ролик, разоблачающий истинное лицо всех четверых башкирских экстремистов, которых ему удалось выявить за рубежом. Ролик, снятый в лучших традициях НТВ, показал нам, собственно, не только нам, но и всем, как страстно мечтают из-за границы башкирские экстремисты расчленить нашу с вами великую родину и нанести побольше вреда за деньги западных недоброжелателей, как бесстыдно колесят по миру эти иуды башкирского народа, уговаривая иностранных буржуев совершить подлости и гадости в непосредственной близости от Уральских гор. Насладившись духоподъемным видео, которое Ради Фаридович, очевидно, просмотрел не один раз уже с утра, Хабиров подвел некий итог своего противостояния экстремистской заразе за неделю. Начал подводить итоги своей борьбы, Хабиров горячо поблагодарив жителей республики Башкортостан за то, что, цитируя, регион достойно прошел проверку на прочность. Видимо, Хабиров имел в виду то, что все жители республики Башкортостан не поддержали его отставки, и за это он им очень благодарен. Ну, знаете ли, это, как говорится, дело наживное. И я даже уверен в том, что требование отставки Хабирова настолько же неизбежно, как налоги и смерть, потому что, ну, рано или поздно это случится. Ну, главное, чтобы это не случилось поздно. Далее Хабиров заявил, цитирую, что многолетний шантаж и выстраивание радикального экстремизма в республике Башкортостан не прошли. Конец цитаты. И снова горячо поблагодарил за это жителей республики. Так, получается, что за пять лет правления Хабирова в регионе подняли голову уродливые проявления радикального экстремизма, и только стойкая позиция жителей республики спасла нас от катастрофы. Ну, так вот следует из речей Хабирова. А чем же, собственно, за все эти пять лет занимался сам Хабиров и его блистательный внутриполитический блок? Получается, что прохлопали они всех четверых вышеозначенных злодеев-экстремистов. Далее, по мере возрастания градуса патетики, Хабиров перешел к угрозам. Цитирую снова. «Мы не позволим так действовать на нашей территории, и те, кто к этому причастны, будут наказаны». Конец цитаты. Ну, очевидно, что четверо главарей кровавого экстремизма от башкирского национализма и их покровители в этот момент горько пожалели о том, что встали на преступный путь расчленения российской государственности. Впрочем, кое-кого Хабиров даже пожалел. Он сообщил, что его сердце борца за единство народов Башкортостана все же не каменное. И ему, цитирую, «искренне жаль глупышей, которые подняли руку на сотрудников правоохранительных органов». Ну, тут, как говорит Сарати Фаридович, вторгся не в свою сферу. И силовики, и чекисты как-нибудь без него разберутся, кто чего на кого там поднял в баймаке и в Уфе. Ну, и завершая свой обзор антиэкстремистской деятельности за неделю, Хабиров перешел к краткому самобичеванию и критике. Первым делом он задался вопросом, почему до сих пор он совсем не рассказывал жителям республики Башкортостан об истинной сути негодяев, организовавших баймакские события. Ответа на собственный вопрос Хабиров трагически не нашел, но пообещал в скором времени рассказать все и вся о тех, кто воспользовался бесчисленными проблемами региона, ну, собственно, к слову сказать, созданными самим Хабировым, и начали, как он выразился, раскачивать ситуацию. Главом муниципалитетов Хабиров строго велел прекратить кабинетное существование и выходить к людям, внимательно слушать людей и слушать то, что думают эти люди о башкирской власти. Причем Хабиров предупредил, что выслушивать все вот это будет очень неприятно и даже, может быть, опасно. Ну, однако я сомневаюсь, кстати говоря, в том, что в массе своей башкирские чиновники последуют вот этой рекомендации Хабирова, ну, как говорится, дураков нема. Продолжение следует... Продолжение следует...